Всем привет, друзья! С вами Неломов, и мы сегодня продолжаем играть в игру под названием Kick the Buddy. Мы с вами остановились на китайском разделе. Сейчас мы его быстренько здесь найдем. Где-то у нас тут был, 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 был. Вот она, Chinatown. Растение мы прошли. Chinatown. Мы тут с вами уже посмотрели многое. Мы и змея смотрели. И всякую... О, этого воздушного змея. Мы на нем, кажется, и остановились. Сейчас мы с вами проверим, что такое шуанг-гоу какие-то мечи за 7900. А ну-ка, Buddy, подъем. Вставай, надо снимать ролик. А ну-ка, крюком его. Я его крюком чуть не задел за рот, а он все равно не встает. Так, это какой-то такой меч, что ли? Или это палка? Что это такое? Я не могу понять, как это работает. Оу! Больно? Не должно быть больно, должно быть приятно. А ну-ка. О, какая-то интересная. А, тут две штуки можно их... Нужно... Сразу двумя можно рубить его. А, я понял. Если бы я, допустим, с телефона играл, я бы двумя пальцами мог бы эти штуки взять. Двумя пальцами так крутить, как-то его так... Этими штуками его лупить. Железяки такие-то. Это ручки, как будто держишься за них так. Так можно все и плести. Он по ним даже ходит, смотри. А ну-ка встань. Так, следующее. Что там? Следующее у нас. Гуанг Дао. Какая-то сабля, что ли? Реально. Какая-то самурайская сабля. Или копье. Что? Нет, похоже на косу. Шу. 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 Запроткнем. О, иди сюда. Сейчас мы тебя... О, немного его побили. Гляньте, к нему уже царапины появились. Бедный Бадди несчастный. Прости нас, пожалуйста. И не ломо, попрости меня. И зрителей, прости. Всех прости. Кстати, ребята, поддерживайте лайком, чтобы я записал обязательно следующую серию тоже. Так. Этот меч мы посмотрели. Випа я не могу смотреть. Могу посмотреть... О, это называется Белжук. Фейерверки. Кстати, Новый год как раз, по-моему, до 11 числа, кажется, да? В Китае. Такие фейерверки там тоже будут запускать. А ну-ка, как они... О! А можно их несколько штук ставить? Можно. О-о-о! Они мне напоминают эти самые патроны от двусколки, от Винчестера. Такие вот штукёвины. Говорит, Борин! Кучно! Давайте сейчас его загоним в ловушку. Значит, слева, справа, сверху. А-а-а! Давай, туда, в петарды! О-о-о-о! Он оглох там. Короче, я вам одну расскажу историю. Когда я был маленьким, я, в общем... Так, ждите. Нудлэс. Петарду мы бросили, подожгли, бросили. А она что-то не взорвалась. Я подбегаю, хватаю ее в руки, держу, и она у меня в руках взорвалась. Боже, я... Слава богу, у меня палец не оторвало. Ну, у меня так сильно он болел какое-то время. Ушиб был сильный очень. Но палец не оторвало. Очень сильно руку себе... Ну, палец повредил, Павлиц. Это было ужасно. Не поднимайте никогда петарду. Вот подожгли, бросили. Никогда в жизни не поднимайте ее. Проверить, что с ней случилось. Сейчас... Подождите хотя бы минуту. За минуту точно будет ясно. А потом уже поднимать разве что. А что это такое? Что это я выбрал? Так, это... А, это сушки, по-моему. Сушки, сушки, как я понял. Мы выбрали с вами суши? Да, реально. Мы сейчас его суши завалим. А он кушать будет это? Лапша. Я когда-то такое кушал. Короче, макароны. Китайские макароны с различными фруктами. Ой, фруктами. С овощами. Видите, там помидоры. Вот там, кажется, там бобы. Перец. Что там еще? Что-то коричневое непонятно. Что это такое? Может, какие-то приправы? В общем, мы его кормим. Китайскими сушами. Ну, как сушки такие. Ну, не сушки. Это не суши. Это макароны. Нудлесные называются по-английски. По-русски будет. Не знаю как. Ну, короче, макароны. Доширак. Китайский доширак. Так, дальше. Или мивина. Мивина. Еще в Украине мивина называют. Нест оф бис. Это какие-то ракеты? Это какие-то стрелы? А что это? С чем это они? Подожди. Стрела плюс какая-то у нее желтая штуковина. Что это такое желтое? Похоже на мед. Или это яд? Я не могу понять, что это такое. Пищит Бадди. Смотрите-ка, я его расстреливаю, расстреливаю. Но это никак не работает. Можно взрывать ее как-то? Не, не взрывается. Я нажимаю, но... Он в медный стрелок такой стоит себе, шатается. У него в попе одна стрела застряла, окажись. Мы можем с двух сторон его. Так, 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 так. О! Он с рожками. Бадди с рожками получился. Так. Стрелы завершили. Теперь вот это что такое? The Great Wall. А, это большая китайская стена. Так. О-о-о-о! Стена заехала мимо в коробку. Колбасит бедолагу. Смотри, как его там штормит. Тайм аут, тайм аут. А как остановить? Нельзя. Стена прошла и уничтожила бедного Бадди, нашего человечка. Так, что это такое? Айскрим. Но это зеленое какое-то мороженое. Написано бесплатно. Так, ага, 200 голды. Бесплатно только... Что? Сыр в мешаловке. Правильно. Так, проверяем, что за мороженое. Бросаем. Живи. Зеленое мороженое. О! Холодное, да? Оп. Съел. Ам, ам, так, есть смешно. Ам-ня-ням, ам-ня-ням. На еще. Ему холодно. Ну так понятное дело. Это ж мороженое. О, пердит. От зеленого мороженого началась пердежка. А-а-а. Пердежка от морожки. А что это он обожрался реально этого мороженого? Его начало пучить так сильно. Я не понял, Бадди. А ты можешь от этого пердежа умереть? Слушай. Чтоб ее попу разорвало. О, радуется. А рыб какая. Ну, холодно вроде. Так, бери, что я его убью. Подожди, я хочу тебя накормить нормально мороженым. Бадди. На тебе еще мороженого. Еще тебе мороженого. О! Не, мне кажется, он сейчас тут... Ох, как навонял. Фу. Не умирает он от пердежа. Он только подпрыгивает. Допустим, если бы Бадди жил на втором этаже, он мог бы есть это мороженое и туда залетать. На свой... К себе домой через балкон. Впернул и полетел в воздух. Или если где-то шел бы по улице, видел, что там на дереве яблоки растут. Взял, съел мороженое и его сразу подбросило кверху. Мама! Яблоко срывал. Так, айскрим. Какое-то оно радиационное, что ли, мороженое. Почему не упередешь, когда ты его мороженое, не пойму. Так, следующее это бойзи. Какие-то такие лепешки. Оно мне напоминает... Напоминает мне пельмени. Китайские пельмени. Так, пельмешки. Ой, он, кажется, толстет. Китайские пельмешки. Кажется, его пузо расширяется. А что-то у него улыбки на лице уже нет. Что, не нравятся пельмешки? Они наверняка с мясом, да? Или с чем они? Наверное, всякая начинка есть. Но я китайских пельменей, таких вот... Бэйузи. Никогда не ел. Я ел хинкали. Ел пельмени и вареники. О-о-о! Боже! Он перднул! Я... Мне высочила эта реклама гадская. Я не успел посмотреть, как его... Так, Бадди, давай еще. Я хочу видеть еще раз. Это... Как тебя разорвет? О, новый появился. Так, раз, два, три, четыре... Сколько ты сможешь съесть? Пять, шесть, семь, восемь, девять, десять! Одиннадцать! О-о-о! Трусится, педалага! О-о-о! Разорвало его. Его так раздуло, как шарик надувной. Так, следующее. Что там у нас было? Это мы поглянули. У нас туалетная бумага. Причем тут Китай? Так, открываем. Берем. Туалетная бумага, Бадди. Смотри, держи. Рулончик. Раз, рулончик, два. А-а-а! Знаете, что бывает такое? Особенно студенты такой штуковиной занимаются. Они бывают, любят с окна бросать туалетную бумагу на деревья. Я когда был студентом, я такое часто замечал. Я всегда не понимал, для чего они это делают. Неужели им не жалко эти рулоны? Они же деньги стоят. Они им и бросаются. Почему-то и на деревья их закидывают. Ну, чтобы как будто ленда такая вниз торчила. Знаете, она там цепляется сверху, допустим, бумага. Получается, край цепляется за дерево, а все остальное вниз так раскатывается. Получается такая полоса на дереве. Ну, понятное дело, что долго она там не продержится, потому что буквально через какое-то время пойдет дождь. А бумага очень сильно впитывает себя, и она все упадет на пол. Ну, не знаю смысл. Денег некуда девать студентам. Богатые, видимо, студенты. Я никогда таким не занимался. И вам не советую. Так. Ну все. Туалетной бумаги. Хоть он у нас... А, это, видимо, я понял. Только что он у нас от мороженного обсирался. И тут только что взорвался от пельменей китайских. А теперь мы на туалетную бумагу нам поставили здесь. Так. Chinese Firework. Файерворки. Так. Китайские фейерверки, да? Как я помню. Правильно я перевел, надеюсь. Так. Смотрим. О-о-о-о! О-о-о! О, звуки... Звуки как раз новогодние. Наверняка каждый сейчас такой слушает эти вот взрывы. И вспоминает себе, как президент сейчас будет говорить. Новый год. Ёлка. С Новым Голем! С Новым Счастьем! И шампанское поколим детское. У-ху! Тихо-тихо-тихо-тихо. Сейчас мы нас обстреляем. Обстреляем! Атаку! О, боже! Аж у меня этого штуковина выскочила какая-то рекламная. Так. И сейчас у нас осталось в этом разделе Chinatown под названием раздел у нас был. Последнее. Это телефон. Ну, да. Телефон наверняка у нас какой-то модный. Модный. Не Samsung, судя по всему. Не iPhone, судя по всему. Что-то такое китайское. А ну-ка. На тебе телефон. Экран разбился. Они сразу битые вылетают. Не понял. А почему один целый? Один какой-то... О, нет. Не целый. Бадди, ты телефонный магнат, что ли? Телефонный магнат. На тебе. Я тебя сейчас телефонами завалю. О, боже. У меня тут реально очень много этих телефонов. Так. О, я тебя сейчас телефоном отмутузю. На тебе. Бедный. А почему они не взрываются? Они должны взрываться телефоны. Я же так луплю их. Нет. Нет. Бабушки его. Бух. Бух. Так. Ну, конечно же, телефон это штучка интересная. Но давайте напоследок. Запустим еще раз. Бадди. Ну, как бы. Я так считаю. Что главный тут был. Главный. Самый главный. Самый главный. Это где у нас была? Жди, жди. Вот это. Китайская стена. Знаменитая. Это считается, по-моему, одной из чудо-свет. Так. Запускаем. Бадди. Держись, брат. А я не могу даже его схватить. Он сверху там колбасит его сверху. Я не могу его словить. Китайская стена захватила Бадди. Ребята, увидимся в следующем ролике. В следующем ролике этой игры. Что нас будет ждать? Мы с вами уже перейдем в следующий раздел. Потому что чина у нас до конца изучена. То есть мы все, что могли, посмотрели. У нас, получается, останутся следующие разделы. Сейчас я вам покажу, какие. И будем завершать. Значит, у нас... Подождите, запутался. Вот китайский. Значит, у нас есть спорт. Хоррор. Офис. Юиз Холидей. Юиз Холидей и геймс и какой-то мюз. Какой-то тут один какой-то непонятный. Но это все дело, видимо, мы за один раз потом доделаем, что всего лишь один предмет. Все. Увидимся в следующем ролике. С вами был Неломок. Мы играли в игру Kick the Body Anti-Stress. Ну, про человечка, который живет в коробке. Всем пока-пока.